В Дагестане уже открыт прием документов на Хадж-2018. Такое решение принято в связи с огромным количеством желающих посетить святые места. Аккредитованная муфтиатом туристическая компания Марватура предоставляет верующим все виды паломничества. Подробнее Хамза Нурмагомедов. Отправиться в Мекку для исполнения пятого столпа ислама в следующем году можно будет по нескольким программам. На данный момент утверждены два тура эконом и стандарт. Услуги отличаются только маршрутом. Стоимость утверждена на данном этапе 2400 долларов для программы стандарт комбинированный рейс. Это через Иордания. И для программы стандарт прямого рейса до Медины 2900 долларов. По нашей информации ожидается подорожание Хаджа. Информация о подорожании появится буквально с наступлением Нового года. На данный момент мы готовы принимать по указанным ценам до подорожания. И эта стоимость сохранится для всех тех, кто сдаст сейчас эти документы и произведет полную оплату. Учитывая возможное подорожание цен и недостаточное количество код для всех желающих, компания Марвату рекомендует заблаговременно сдавать документы и уже сейчас начинать готовиться к Хаджу. Перечень документов необходимых. Это заграничный паспорт биометрического образца сроком не менее чем на 10 лет. Сроком действия. Это фотографии цветные на белом фоне. Иметь при себе российский паспорт, либо копию в хорошем качестве. И для лиц, для которых необходимо сопровождение близких родственников, документ, подтверждающий родство. Это махрамы. Общая продолжительность поездки на святые земли Мекки и Медины 20-25 дней. Для тех, кто повторно желает совершить Хадж, необходимо будет ввести дополнительный налог. Правило о визовом сборе Содовской Аравии в размере 2000 реал. Это что на данный момент это порядка 540 долларов. Это для всех тех лиц, которые уже совершали Хадж, либо в прошлом, либо в позапрошлом году. И будут направляться в этом году. На них будет распространяться визовый сбор в размере 540 долларов. Это помимо стоимости самой путевки. В случае, если заявитель по каким-то причинам не сможет отправиться в паломничество, он может расторгнуть договор. Все взаиморасчеты будут выполнены компанией. В прошлом году в Хадж отправилось порядка 10 тысяч дагестанцев. Я надеюсь, что в следующем году я поеду туда и опять же посещу эти богословенные места. То состояние, когда ты делаешь тавав, обход вокруг Кабы, ты вот эта мольба, которая на горе Арафата, как пребываешь, во всем состоянии. Все трудности, все вот эти жизненные проблемы, они как будто бы просто оставляют тебя, они отходят от тебя. Ты прям чувствуешь душой, сердцем чувствуешь, как покидает тебя вот это все состояние. Каждому человеку я желаю, чтобы они побывали на этих местах. Каждому человеку я искренне желаю и делаю дуа, чтобы поняли, узнали, как это. И дай Аллах, чтобы мне тоже еще не один раз узнать, что это такое. Помимо Хаджа проводится прием документов и на малых Хадж умра. В ближайшее время будут формироваться групповые вылеты. Компания Марвату расположена на территории Джума-мечети Махачкалы. Религия Ислам обязывает каждого состоятельного мусульманина совершить Хадж. Ученые призывают не откладывать его совершения. Иначе придется покинуть этот мир с подломленной верой и пристать перед Всевышним, не выполнив его наказ. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Субтитры создавал DimaTorzok